Художник и время. Под таким названием в городе Октябрьском прошла персональная выставка нашего земляка, художника Анатолия Лазарчука. Диана Минулина подробнее. На сегодняшний день Анатолий Лазарчук один из наиболее интересных, талантливых и перспективных художников. На выставке были представлены произведения о гварельной и масляной живописи, работой в карандаше. Анатолию Александровичу свойственно тщательное и трепетное отношение к жизни. Он очень талантлив, ему доступны и школы старых мастеров, и современные течения. Художник не останавливается на одном конкретном жанре. В своем искусстве он обращается к жанрам пейзажа, портрета, натюрморта. На этой выставке здесь она будет широкая, начиная графику, живопись, масло, макарей, работающая армейского зрения, когда я служил в больнице, в 1884 году. И кончается сегодняшний день. Мастер в хронологическом порядке выставил автопортреты, которые показывают переживания на разных этапах его развития. Художник изображает себя и в духе Ренессанса, и в период соцреализма, где похож на простого рабочего в телогрейке. Творчество Лазарчука говорит нам о том, что нельзя жить прошлым, нужно стремительно идти к светлому будущему. Его энтузиазма хватает на многих, на многих книгах. Более того, он сейчас очень активно занимается педагогической работой. Я часто слышу от него воспринимание своих учителей. И вот это его порядочность, его отношение к жизни, его гражданские позиции, было то, что хотелось бы передать это тоже будущим поколениям. Практически во всех его произведениях мы можем увидеть красивые, милые сердцу пейзажи нашего района. Анатолий Лазарчук остается верным родному краю, что заставляет гордиться и восхищаться им. Каждая картина полна цвета, жизни, трепет листвы, запах роз, благоухания цветов и является воплощением света, любви, доброты. Очень приятно здесь быть на персональной выставке Анатолия Лазарчука, потому что, на мой взгляд, это один из самых наших интересных художников. Один из самых плодотворных и, несмотря на, скажем так, не юношеский его возраст, мне кажется, один еще из самых перспективных. Его творчество было не раз замечено и работой представлены в здании гостиного двора города Уфы и даже на выставках в Италии в Турине. Сегодняшняя выставка проходит в Октябрьском историко-краеведческом музее имени Шакурова. Когда-то наш великий, можно так сказать, художник в Ашкирске Сергей Борисович Краснов, академик, российский академик художества, он, когда еще был совсем я молодым человеком, и на вопрос, стоит ли мне, значит, посвятить свою жизнь искусству, он сказал, вот если ты чувствуешь, что ты жить без этого не можешь, тогда бросай все и поступай на художественное отделение. Так вот, Лазарчук именно такой человек и есть. То есть, вот по нему видно, что он жить без этого не может и свою жизнь не представляет без искусства. Поэтому таких людей очень приятно всегда видеть, приятно с ними общаться, работать, и я хочу им пожелать больших и больших творческих успехов. Активно занимается педагогической деятельностью, и, как говорит его друг Камиль Ибрагимов, на данный момент он мечтает открыть небольшую художественную школу.